Всех приветствую, друзья! В эфире Телегит и я, Анна Троян, готова поделиться с вами праздничным настроением. Целых две премьеры в подарок от ЛРТ. Все это получите вы на предновогодней неделе. Но и это еще не все. Порцию волшебства ищите во всех наших картинах. Во вторник освобождаем свободные места у ваших экранов и встречаем премьеры. Первая драма о советских временах. Три дороги. После смерти отца братьев Славу и Сережу отдают в детдом, откуда несколько лет спустя одного из них забирает богатая московская семья. Второй никак не может простить младшему брату предательство. Долгое время не общается с ним и всю привязанность переносит на детдомовского друга. Смогут ли воссоединиться родные души и как закрутится сюжет сериала, увидим по будням в 12.30 и в пол первого ночи. Тань, его туда селком никто не тащил. Он сам в эту семью пришел. Слушай, Слав, ну с тобой невозможно говорить. Он ребенком будет. Мама дала ему телефон, он тебе позвонит. Тань, не будь наивной. Этот не позвонит. Еще одну премьерную историю тоже встречаем во вторник. Эта мелодрама познакомит нас с принцессой Севера. Аспирантка МГУ Вика специализируется на истории арабской страны. А Джахар? И вот, наконец-то, ей предлагают туда срочную командировку. Пока в России девушку ждет влюбленный Костя, в горячей стране Вика знакомится с наследником нефтяной империи. А ему еще в детстве предрекли встречу с белокурой девушкой из далекой северной страны. Что будет с нашими героями, увидим по будням в 15.15. Я встретил девушку полумесяцем в рот. На щечке родинка, а в глазах любовь. И что было дальше? А дальше... Дальше, как обычно. Парень полюбил девушку и отдал ей свое сердце. Предсказание. В каком предсказании? Ну а после марафона премьер нам придется подготовиться. Ведь и вечером в четверг нас ждет экзамен для двоих. Полли вершит судьбы многих подростков. Она работает в приемной комиссии престижного университета. Но как устроить собственную жизнь? Ведь с появлением идеального мужчины появляется куча сложностей. А тут еще и объявляется нерадивый сын, которого героиня считала потерянным. Что спасать в первую очередь карьеру или личную жизнь? Смотрим в четверг в 22.00. Я думаю, возможно, дыремает твой сын. Ты что, совсем охренел? Послушай, давай сначала. В Дартмуте я встречался с Шеей. Я понятия не имею о чем-то, и тебе лучше уйти сейчас же. Полли, постой. Она же сказала, отвали. Какого черта отставить стрельбу? Нет, значит нет, козел. Возможно, неделя была трудная и времени посмотреть новости городского округа Люберца у вас просто не нашлось. Выходные. Наш телеканал предлагает программу «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и в воскресенье в 10.00 и 19.30. Дедушка Мороз, красный нос, тебе холодно или замерз? Пандемия – не повод оставлять детей без праздника. Из-за введенных ограничений его пришлось проводить на улице. Но это ничуть не испортило настроение ребят. Наоборот, солнечная морозная погода – вестник того, что Новый год уже близко. Мы с вами, девушки, способны войти в горящую избу и коня на скаку остановить. Но это давно известные факты. А еще нам под силу изменить мир и сделать его чуточку светлее. Как раз об этом лента «Принцесса специй». Покупая пряные ингредиенты для блюд, клиенты уютного магазинчика приобретают нечто гораздо более ценное – помощь в исполнении заветных желаний. Индийская красавица Тила обладает магическим даром – видеть прошлое и будущее людей и влиять на их судьбы, подбирая особые специи. Что повернет ее жизнь и как закрутится эта волшебная история, увидим в субботу в 10 вечера. Харун, ты же знаешь, что мне нельзя выходить из магазина. Ничего здесь без вас не случится. Это всего лишь машина. Леди Джан, все в порядке? Тысячу раз повторял, что вам нужен помощник в магазине. Он слишком большой, чтобы справляться здесь одной. Харун, просто будь осторожен. Друзья, очередной праздник пришел на нашу улицу. В воскресенье идем на необычную свадьбу вместе с лентой «Невеста и предрассудки». Когда свадьба пришла в маленький индийский городок, это стало самой лучшей возможностью для миссис Бакши найти подходящих жеников для своих четырех дочерей. Но в этом деле, вы знаете, все не так уж просто. Умная и своевольная Лолита хотела выйти замуж только по любви. Как закрутится эта история, смотрим 27 декабря в 10 вечера. Ты золотая девушка. Центр вселенной. Проси, чего хочешь. Не упусти своего счастья. Твое желание для нас законное. Мы продадим тебе, что хочешь. Дай счастливее, ты принесла в город свадьбу. На этом у меня все. Уверена, вместе с нами к вам придет новогоднее настроение. За актуальными новостями и выпусками наших программ добро пожаловать на официальный сайт телеканала ЛРТ. Подписывайтесь на нас в соцсетях и успейте заказать подарки Деду Морозу. Я Анна Троян. Целую вас. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова